Тиндер, Порнхаб, долго сидели на изоляции, правда? Все устали, ну да ладно. Привет, друзья! Что я вам хочу сказать? 2020 год подложил нам свинью. Но не какую-то там свиногриппную свинью, а свинью в плане того, что год получился вообще какой-то через пень колоду чертова побериды, чтобы он поскорее кончился и все такое. И единственное, что нас спасает, это вы, которые пишете замечательные комментарии в канале Squadboard Shop. 2043 раз произношу это, и в этот раз произношу правильно. И мое общение с вами. Друзья, еще раз благодарю сердечно за то, что оставляете комментарии, за то, что делаете какие-то замечания, за то, что смотрите эти обзоры. Спасибо за поддержку, спасибо за понимание, спасибо за хороший комментарий, спасибо за плохие комментарии, спасибо за лайки, спасибо за дизлайки. Я всем рад и всем доводен. Мы будем продолжать их делать, мы будем продолжать устраивать розыгрыши, и мы будем всеми доступными способами просить вас смотреть больше. Хотите, станцую? Хотя нет, если вы увидите, как я танцую, будете просить, чтобы я не танцую, и тогда будете смотреть. Ладно, дело сейчас не в этом. Давайте перейдем к следующему обзору. Как я уже говорил, далеко не скейтер. Ну, посмотрите на меня. Не вышел я скейт-фигурой, скейт-скилзами, но человек, который умеет рассказывать, человек, которому нравятся истории, связанные как с обувью для скейтбординга, так и с другими интересными какими-то, не побоюсь этого слова, айтемами, которые есть в магазине Squatboard Shop. И не так давно мне на глаза попалась коллекция Almost Skateboards, Дек, посвященных такому известному персонажу, как Доктор Зюз. Это не совсем персонаж, но об этом чуть попозже. Поэтому не переключаем ваши YouTube-каналы, Squatboard Shop вновь распахивает свои знамена. Итак, Almost и Доктор Зюз. Начнем с начала прошлого века, когда в Массачусетсе, это такой штат на севере и востоке Соединенных Штатов Америка, родился человек, которого звали Теодор Зойс Гайзель или Гейзель. Немецкая фамилия, человек, предки которого переехали из немецкоговорящих стран в Штаты, родился в обычной семье с обычными родителями, с детства очень любил сказки, с детства очень любил рисовать. И постепенно его увлечение стало прям таким способом заработка. Человек начал рисовать картины, человек начал под этими картинами такими, ну даже не картины, а рисунки, подписывать небольшие стишки, там типа А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало. Вот и деньги наши все. Ну, что-то такого плана. И в общем, его, эти маленькие стихотворения, его иллюстрации были очень позитивно восприняты сначала его родственниками, потом небольшими издательствами. Потом он себя начал гордо именовать детским писателем. Во время Второй мировой войны он немножко переквалифицировался, придумал себе такого персонажа доктор Зюс. На самом деле Зойс и Зюс – это одинаковое написание, но разное прочтение. Зойс – это по-немецки. Зюс – это уже английское прочтение его фамилии, и даже не фамилии, а второго имени. Но он решил его поставить себе как таким псевдонимом. Как в свое время Антон Павлович Чехов подписывался, Антоша Чехонте для различных журналов, так и этот решил быть доктором Зюсом. Самое смешное еще, что Зюс по-немецки еще означает «сладкий». Может быть, из-за того, что он рассказывал как раз такие сладкие истории, которыми он стал известен. И тут переходим к самому интересному. Если во время войны он делал много таких действительно патриотических, пропагандистских зарисовок, каких-то маленьких комиксов, иллюстраций, тоже своих рифмованных историй, то после того, как война закончилась, он решил, что нет, я все-таки от этой пропаганды отойду к своему любимому. Я отойду к написанию стихотворений и их иллюстраций для детей. И он является автором действительно очень известных в Штатах произведений. Хортон слышит звук, Гринч, который украл волшебство, Кот в шляпе. Это классические такие американские сказки. Ну, я не знаю, наверное, как у нас там какая-нибудь «Золотой петушок» или там «Сказка о царе Салтане» и другой какой-то золотой фонд, и в Америке вот есть этот доктор Зюс. Одно из самых его известных произведений стало «Cat and the Hat» – «Кот в шляпе». Оно очень интересно появилось. В 1954 году появился официальный доклад Министерство образования США, который рассказывал, что дети разучились грамотно писать, дети не знают многих слов, и с этим надо что-то делать. И сам Теодор, он был сторонником того, чтобы обучаться, играя. И он говорит, а вы не могли бы написать, какие вот слова дети, ну, должны точно знать, стопудово. То есть то, что вот прям основа, чтобы дети знали, как это правильно пишется, как произносится, что эти слова обозначают. И очень скоро Министерство просвещения, Министерство образования предоставили ему список из двухсот с лишним таких вот основных для первоклашек слов. И, вооружившись этим списком, он сделал в 1956 году рифмованное такое произведение, которое назвал Cat in the Head, Кот в шляпе, которое с тех пор стало, ну, действительно, одним из таких вот основных произведений для подрастающего поколения, которое дети с удовольствием читают, смотрят на картинки, которые он очень хорошо рисовал, и заодно учат важные слова, которые там должны эти школьники знать. Понятное дело, что сейчас для школьников там другие слова намного более важные появились, там, пейджер, но оно уже не такое важное, там, хайпануть, тиндер, порнхаб, долго сидели на изоляции, правда? Все устали, ну да ладно. Ну так вот, но все равно какие-то слова из словарного запаса, они останутся навсегда. И, так как, наверное, каждый американский ребенок с детства привыкал к этим словам, понятное дело, что он с ними сроднился. Помните, мы уже рассказывали вам про коллаборации и с Спанч Бобом, и с улицей Сезам? Ну, это реально часть детства. И, наверное, понятное дело, что когда ты смотришь Сезам, ты все-таки чуть попозже начинаешь кататься на скейте, интересоваться скейтбордингом, но все равно детство такое вот, как замечательная панк-группа пела там, помните, детство, детство, золотой, куда ушло, вот, по крышам бегать, голубей, гонять, обожаю вообще панк-рок русский. Вот, в Америке тоже это детство, но такая вот светлая пора, и многие скейт-фирмы, они не стесняются с такими чисто детскими, какими-то вот темами, делать коллаборации. Я думаю, что в ближайшее будущее мы поговорим о коллаборации Даймонд и Луни Тюнс с Бакс Банни и прочим. Как мы говорили уже про улицу Сезам. И здесь Олмост сделали коллаборацию с доктором Зьюсом, посвященной в основном, конечно, Кэт и Де Хэт. Можно посмотреть даже вот на эту известную шляпу, белокрасную, которая была у кота, и с иллюстрациями самого автора. Как я уже говорил, доктор Зьюс, кроме того, что он придумал эти рифмовые стихотворения, он сам их и иллюстрировал. И классические его иллюстрации попали уже на третью, если я не ошибаюсь, коллаборацию Олмост и доктора Зьюса. Что мне понравилось? Что тоже можно было просто взять, налепить картину и все, и забыть про это. Но нет, здесь с другой стороны тоже в стиле доктора Зьюса указаны имена различных скейтеров, которые за Олмост катают. Деки получились каждой разной ширины. То есть, например, что мне, кстати, понравилось, что есть дек с одним и тем же рисунком, но разной ширины. Здесь 8,5, здесь 8,125. Ну, вот такие классические рисунки. Что мне понравилось тоже, что доктор Зьюс, он иногда рисовал как обычными красками, то есть на водяной основе, так это какие-то были рисунки с помощью туши сделаны. Какие-то прям такие уже более темные темы. И вот этих тем, их достаточно много. Доски разной ширины, но с разными сюжетами. Но их объединяет одно, что это действительно прям такое интересное наследие американской поп-культуры, детской поп-культуры, я не знаю, как это правильно назвать, которое появилось на этих досках. Я думаю, что вы, наверное, слышали не раз, да, и про Гринча, и про Cat and the Head, или видели все вот эти вот какие-то маленькие такие вот вещи в повседневной жизни. И сегодня, думаю, что раскрыл завесу, и вы чуть побольше узнали про этого талантливого автора. К сожалению, его с нами больше нет, но дядька родился, правда, в начале прошлого века, прожил долгую насыщенную жизнь и оставил вот такое вот интересное наследие, кстати, которое очень часто экранизирует. Например, тот же самый Гринч, который украл Рождество, первый раз этот фильм экранизировали в 1963 году с известным актером Борисом Карловым, который больше играл каких-то таких демонических персонажей. Потом был фильм с Джимом Керри, где Джим Керри играл этого Гринча. Потом был мультипликационный фильм, где Гринча озвучивал Бенедикт Камбербе... Бенедикт Камб... Скотт Бордшоп, Скотт Бордшоп, Бенедикт Каммемберч. С 17-го раза произнес, и это тоже хорошо. Вот. То есть, такой вот действительно золотой фонд, интересные такие деки. Если честно, я вот на них смотрел, ну, вот, что называется, куда-то себе на это, повесить на стену, может быть, вот это мне понравилось. Вот. Хотя все остальные, они тоже интересные. И если вам интересно, говорю, и поп-культура, если вы читали эти произведения, если вы смотрели фильмы там про Гринча, обратите внимание на эти доски. Они, как я тоже сказал, что если там с катательной точки зрения есть и разной ширины, восьмерок больше всего здесь, самая большая, это 8,5, но есть еще 8,375 и 8,125. Вот такая вот хорошая коллекция Olmos. Кстати, вот с оператором недавно только вспоминали, что, посмотрите, какой я старый, я помню, как этот бренд столько появлялся, какие там были его первые коллекции, а сейчас уже, ну, почти 20 лет ему. На этом, наверное, все, но перед тем, как попрощаться, традиционный наш розыгрыш, после того, как счетчик на просмотрах вот этого видео перелистнет полторы тысячи просмотров, одна из дек будет ваша. Можете выбрать сами, какая здесь есть, мы не будем вам навязывать, да, ну, привыкли вы на широких деках кататься, что вам тогда узкие вот эти давать, или хочется вам, например, не котика вот этого страшного, а вот такую вот страшную картинку. Мы будем не против, друзья, поэтому полторы тысячи просмотров, смотрите сами, советуйте всем друзьям, советуйте врагам даже, советуйте родителям, родственникам, а самое главное, будьте здоровы, берегите себя, своих родных, и катайтесь на скейтбординге. Всего хорошего, с вами был Дмитрий Егоров, пока!